Спасибо большое. Хотел бы поблагодарить вас за возможность выступить на вашей сессии. И на самом деле, готовясь к докладу, я очень сильно волновался, потому что, что, собственно, может сказать простой хирург людям, которые видят все. И на самом деле проблема глобальная, и решение принимается, еще раз повторю, не одним человеком, а целой командой. И именно такой мультидисциплинарный подход позволяет нам достичь лучших результатов. Итак, в лечении рака яичников преобладает, в настоящий момент даже не преобладает, является основополагающим подходы комбинированного лечения. Если при локальных формах злокачественных образований яичников приоритетом на старте лечения является хирургическая агрессия с последующей цикловой химиотерапией, в случае распространенных форм категории 3, C, 4, естественно, вопрос дискутабелен. Ряд авторов подразумевает возможность использования оптимальных первичных циторедукций с последующей химиотерапией. Другие авторы считают, что нет, при большом распространении процесса возможность первичных циторедукций, к сожалению, невозможна, и начинать необходимо с лекарственной неодевантной химиотерапии. И, собственно говоря, несмотря на то, что в последние десятилетия мы получили активное появление новых противоопухолевых препаратов, несмотря на то, что очень широко развиваются медицинские технологии, которые позволяют выполнить расширенные мультиорганные, мультивисцеральные резекции, тем не менее, как мы видим, эффективность нашего лечения является не очень хорошей. И причиной неудовлетворительных результатов при распространенных формах опухолевых процессах, а тем более рака яичников, является карциноматоз брюшины. Более 70 тысяч пациентов выявляются уже на фоне распространенных опухолевых процессов. Так что же такое карциноматоз? Слепое ли это распространение опухолевых клеток? Или все-таки это момент, который подчиняется каким-то физическим и более глубинным моментам? Да, безусловно. Эта картинка уже здесь представлялась. Опухолевые клетки, отрываясь от поверхности измененного яичника, первым этапом под воздействием сил гравитации попадают в малый таз, позадишеечное пространство, в паравизикальное пространство. Далее, ходом жидкости, которая движется по часовой стрелке, движение опухолевых клеток происходит по правому флангу. И дальше идет скопление в подпеченочном пространстве, в поддиафрагмальном пространстве. В последующем включаются опять же силы гравитации, и уже по брыжейке опухолевые клетки спускаются вниз, ацербируясь и находясь в брыжейке в области сосудов. И, собственно говоря, это же представляется на данной схеме в переориентации на снимокомпьютерной томографии. Но, тем не менее, это не просто чисто механический процесс. В процесс распространения опухоли в брюшной полости включается большое количество молекулярных аспектов, которые обеспечивают и последующую иммуносупрессию, имплантацию опухолевых клеток в сирозной оболочке с дальнейшей пролиферацией и распространением опухолевого процесса. Как я уже сказал, в настоящий момент нет стандарта, как нужно лечить пациентов с распространенным опухолевым процессом. Технологии хирургические позволяют выполнить оптимальную циторедукцию, но мы все понимаем, что хирургия – это не сама цель. И после хирургического этапа наступает период реабилитации и наступает период, когда мы должны максимально быстро начинать системную терапию. И это окно составляет порядка 45-50 дней. При мультивесцеральных резекциях мы встречаемся с большим количеством осложнений, которые не позволяют нам начать системную химиотерапию. Тем самым мы ухудшаем прогноз и ухудшаем эффективность наших же мультивесцеральных резекций. И, собственно говоря, в настоящий момент целью оптимальной циторедуктивной хирургии является такой объем операции, когда остаточная опухоль не превышает 1 см. То есть категория R0, когда опухлевые очаги меньше 10 мм. И по целому ряду данных до 62% первичных циторедукций не оптимальны. То есть объем опухлевой остаточной массы превышает 1 см. И, собственно говоря, это резко снижает возможность и дальнейшую эффективность лечения после таких больших операций. И, как мы видим на данных, представленных ДЮБА, объем резидуальной первичной опухоли критично важен для дальнейшего эффективности лечения этих пациентов. Чем меньше остаточная опухоль остается после циторедукции, тем эффективность выше. Поэтому целью резиктабельности хирургии такого плана является избегать первичной субоптимальной циторедукции. То есть если в ходе обследования, обсуждения, планирования стратегии лечения пациента, мы понимаем, что объем операции будет неоптимальный или субоптимальный, таких пациентов оперировать не нужно. И, естественно, это жесткий отбор пациентов. Большинство пациентов, и почему необходим такой жесткий отбор? Потому что большинство пациентов диагностируются на поздней стадии заболевания. И, собственно говоря, те очаги, наиболее часто встречаемые проявления канцероматоза, которые мы видим наиболее часто, это сирозные оболочки. Крайне важным моментом в плане успеха циторедукции является расположение опухолевых очагов. Потому что существует расположение, в частности, как представлено авторами данного исследования, абсолютно нерезиктабельное. То есть наличие очагов перитениального канцероматоза под тощей кишке переводит автоматически пациентов в категорию, которые не могут быть подвергнуты оптимальной циторедукции. И, собственно говоря, резиктабельность, как мы уже с вами говорили, складывается из факторов, связанных с распространением опухолевого процесса, степенью локализации заболевания. Но это, естественно, и факторы, связанные непосредственно с самим пациентом. Это возраст. Безусловно, кандидатом для хирургии, такой мультивисцеральной, многочасовой хирургии, не будет пациент старше 70-75 лет. Это, конечно, сопутствующая патология. И ожидаемые результаты. Мы должны понимать, что после нашей агрессии хирургической мы должны выходить от этого пациента, потому что следующим этапом – это его активизация, это начало системной терапии. И, безусловно, факторы, связанные с центром. Это хирургическое обучение, потому что такого рода хирургические операции, мультивисцеральные резекции не могут выполняться в обычных клиниках. То есть этим должны заниматься специализированные центры. Безусловно, это наличие в команде экспертов и, конечно же, ресурсы, потому что это крайне финансово затратные операции. Что же делать нам с пациентами, которые не могут быть подвергнуты оптимальной циторедукции? В этих ситуациях мы предлагаем им неодевантную химиотерапию. И, как вы видите на данном слайде, и, кстати, в 2018 году, в прошлом году, на АСКО были доложены уже результаты не только непосредственного лечения, но и отдаленные результаты выживаемости и безрецидивной выживаемости. И, собственно говоря, резектабельность пациентов после неодевантной химиотерапии не хуже, чем первичная циторедукция. А эффективность введения именно по протоколу неодевантной химиотерапии, хирургия и последующей одевантной химиотерапии по ряду показателей безрецидивной выживаемости, общей выживаемости, она не уступает результатам первичной циторедукции и последующей химиотерапии. Естественно, здесь возникает очень жесткая дискуссия в плане того, как же все-таки лечить. И на самом деле эта дискуссия продолжается, и она достаточно жесткая. Я думаю, что еще будет сломано немало копий в решении именно вот этой проблемы, этого вопроса. Как же оценить степень заболевания? Безусловно, нам крайне сложно ориентироваться на результаты ультразвукового исследования. Мы можем оценить проявление канцероматоза по результатам УЗИ лишь косвенно, и то, когда у нас есть признаки асцита, большого асцита. И в первую очередь мы, конечно, ориентируемся на результаты компьютерной томографии, МРТ и позитронно-эмиссионной томографии. Относительно лапароскопических вмешательств – это крайне важный момент в плане основного предиктора оптимальной и возможной оптимальной циторедукции. Целым рядом авторов показано, что отмечается важность компьютерной томографии в плане оценки распространенности опухолевой терапии. Именно компьютерная томография этими авторами указывается как лидирующая в плане оценки распространенности заболевания. И вот интересное исследование, которое показывает возможную корреляцию между результатами компьютерной томографии и результатами ревизии интрооперационной. В принципе, определенная коррелативная взаимосвязь прослеживается. И в ряде случаев результаты компьютерной томографии были значительно лучше, чем результаты хирургии. И нужно отметить, что это те результаты, когда хирургическая ревизия осуществлялась лапароскопическим доступом, потому что не все зоны при лапароскопии нам доступны для визуализации. В этой ситуации нам помогают результаты инструментального обследования лучевой диагностики. Рядом исследователей показывается вариант, что предоперационная компьютерная томография в плане оценки распространенности процесса обладает высокой специфичностью, но достаточно низкой чувствительностью. И поэтому вопрос в плане того, что компьютерную томографию можно рассматривать как вариант для принятия решения в плане хирургии очень сомнительный. Достаточно активное направление – это диффузно-взвешенное МРТ, которое позволяет нам также оценить с большей вероятностью степень распространения опухолевого процесса. Позитронная эмиссионная томография – хороший метод исследования, хотя в данном исследовании эффективность, чувствительность метода компьютерной томографии была выше, чем при позитронной эмиссионной томографии. Но и плюс, немаловажным таким отрицательным моментом, минусом является дорогостоимость данного исследования. Как же мы оцениваем, какие существуют градации в плане распространения опухолевого процесса? Предложена достаточно простая градация, собственно говоря, низкое опухолевое распространение, средней степени распространения и высокой степени распространения, когда опухолевые очаги поражают всю брюшную полость. Но на самом деле, в настоящий момент этот слайд уже был у предыдущего лектора. Большинством центров используются критерии оценки индекса перитониального канцероматоза, которые были предложены еще Шуга Беккером, когда брюшная полость делится на 13 регионов. Согласно рекомендациям Европейского гинекологического общества, все операционные находки, вся операционная деятельность, в том числе и остаточные проявления опухолевого процесса, должны очень тщательно фиксироваться, равно как должны указываться четкие причины, причины почему не удалось достигнуть полной циторедукции. Роль лапароскопии. Безусловно, лапароскопия играет важнейшую роль в плане распространения опухолевого процесса. Она является важнейшим преддиктором в плане оптимальной циторедукции. Лапароскопия позволяет избавиться от ненужных результатов лапаротомии в субоптимальном варианте, потому что послеоперационное течение после открытой хирургии значительно выше, чем при лапароскопическом доступе. Пациенты, которые при ревизии не могут считаться кандидатами в плане оптимальной циторедукции, первичной циторедукции, могут сразу перейти к неодювантной химиотерапии. И, кроме того, лапароскопия позволяет, помимо установки диагноза, морфологического диагноза, очень быстро получить материал для молекулярного анализа, то есть наличие непосредственно мутаций или отсутствие таких каковых геноберсей, потому что введение этих пациентов – это целая страница в обсуждении. Но, безусловно, как и любая хирургическая агрессия, лапароскопический метод обладает целым рядом недостатков. Это возможность перфорации кишечника, это появление очагов в зоне лапароскопических портов, так называемые портсайт-метастазы. Это невозможность полностью осуществить ревизию органов брюшной полости ввиду либо выраженного спаечного процесса, либо в виде адгезивного метастатически измененного пирогообразного большого сальника. И, к сожалению, не все зоны мы можем просмотреть, не можем осуществить ревизию. Естественно, это зона малого сальника, это дорзальная часть диафрагмы. В роль вступает, конечно, тут очень важную нам помощь, оказывают гибкие эндоскопы. И, конечно же, наличие отдаленных изменений. Тут нам помогает торакоскопия. И, собственно говоря, для принятия решения показательна данная схема для того, чтобы сформировать показания к возможной первичной цитередукции, хирургии в виде колеса, где по периферии обод является большой сальник. Спицами – это брыжейка. А промежутки между спицами – это так называемые области мягких тканей. И, собственно говоря, то, что центр – это лимфатические узлы. И, собственно говоря, то, что находится по периферии данной окружности, данного колеса, говорит нам о возможности эффекта нашей хирургии. Мы можем прогнозировать лучший эффект, потому что, собственно говоря, технически удалить измененный метастатический большой сальник не представляется возможным. И чем ближе к центру мы выявляем какие-то опухолевые очаги, тем вероятность успеха нашей хирургии, к сожалению, снижается. В качестве примера хотелось бы привести два случая. Это молодая женщина, которая поступила к нам в центр с жалобами на боли внизу живота. В результате обследования выявлено наличие кистозно-солидных образований обоих яичников с такой тенденцией к образованию единого конгломерата и наличие опухолевых очагов в малом тазу. По результатам компьютерной томографии есть единичные очаги. Нас очень смущал узел, который находился на печени, под диафрагмальной поверхностью. В результате лапароскопической операции большого распространения опухолевого процесса, который бы не позволило нам рассматривать эту пациентку как пациентку для первичной цитередукции, мы не выявили. И этой пациентке была выполнена первичная оптимальная цитередукция. Здесь указаны этапы. Первый этап – это, конечно, формирование так называемого мешка брюшинного, то есть когда происходит отслаивание брюшины от поверхности передней брюшной стенки с обязательной мобилизацией мочеточников, работа в паравизикальном пространстве и стриппинг диафрагмы. Безусловно, нет возможности представить все этапы. Но в ходе хирургии была выполнена перитоноктомия единым блоком брюшной полости и малого таза, забрюшинная экстерпация матки с придатками, с передней резекцией прямой кишки в едином блоке с формированием сигмаректа аностомоза, правосторонняя гемиколоктомия с формированием или трансверза аностомоза, стриппинг диафрагмы с парциальной резекцией купола диафрагмы с обеих сторон и резекцией капсулы печени. В последующем пациентка достаточно протекала легко. Интервал между хирургией и последующим системным лечением у нас составил до начала лечения, адювантного лечения составил порядка 21 дня. В настоящий момент пациентка жива в течение 4 лет. И пациентка 48 лет, которая обратилась к нам в центр с жалобами на увеличение живота в ходе обследования, это распространенная форма рака яичников с массивной диссеминацией не только в малом тазу, но и в брюшной полости. И по результатам лапароскопии мы понимаем, что, к сожалению, в данный момент возможности для оптимальной циторедукции у этой пациентки нет. Индекс перитениального канцероматоза 26. И, собственно говоря, пациентке была начата адювантная химиотерапия. Безусловно, мы сейчас только в начале пути и смотрим с надеждой на будущее, что нам удастся через 4 цикла, через 3-4 цикла обсудить вопрос о возможной циторедуктивной хирургии. И в заключении хотелось бы сказать, что решение о ведении таких пациентов принимается, еще раз повторюсь, не одним человеком, а это решение мультидисциплинарной команды. И мнение лучевых диагностов крайне важно. Безусловно, они, может быть, не видны сразу. Но задача лучевых диагностов не то, чтобы сказать хирургу, вот этого пациента можно оперировать, этого нельзя. Нет. Лучевые диагносты должны направить и сказать, и показать проблемные зоны, с которыми мы, может быть, можем встретиться в результате нашей хирургической агрессии. Спасибо за внимание. Большое спасибо, Константин Джамильевич. Вопросы, доктора? Замечательная презентация. Ну, ваши рекомендации, ваши клиники, что они говорят, МРТ и для чего, или абдоминальное КТ и для чего, и потом вы выполняете лапароскопию, допустим, какова цель всего этого, потому что лапароскопия – это инвазивный метод все-таки, потому что пациент, в общем, подвергается вмешательству, потом вы стадируете заболевание, потом вы решаете, чтобы куда-то не дошли, не увидели, значит, следующие какие-то шаги, вы смотрите на связки, связанные с печенью, идете дальше, чтобы увидеть, там есть или нет метастазы выше и так далее. Почему, вот, может быть, по-другому КТ использовать, может быть, а это поможет, может быть, этому пациенту на химию пойти. Я не понимаю, вот почему вы такую последовательность показали. На самом деле, спасибо большое за вопрос. Вопрос диагностики дискутируется не только в одном центре, в том числе в нашем. Это вопрос дискуссии многих центров. Если мы говорим о нашем центре, при оценке распространения процесса брюшной полости, грудной клетки мы используем компьютерную томографию. Малый таз мы оцениваем по результатам магнитно-резонансной томографии. Что касается возможности лапароскопии, последовательности после инструментального обследования, зачем она нужна? Собственно говоря, эта методика, да, она инвазивная, но пациенты активизируются фактически на следующий день, через день мы можем уже решать вопрос о возможной химиотерапии, если это пациент не потенциальный, пациент для первичной циторедукции. Можем обсуждать вопрос относительно химиотерапии. Да, да, я понимаю, у вас междисциплинарные такие советы, и с радиологами не так ли, и если они сделали КТ, почему они не сделали... То есть, зачем вам нужно было МРТ тогда? Потому что это для... Не для стадирования, но хорошо, в тазе окей. И если у нас радиолог включен в междисциплинарную вот такую комиссию, то в этом случае они вместе с вами могут обсудить и посмотреть на критерии для резектабельных. Каждый центр, в общем-то, зависит от хирургов, да? Если они диафрагму, например, пересекли и так далее. Очень многое зависит от хирургической техники в том или ином центре, как вы понимаете. Почему, соответственно, вот на этом междисциплинарном совете почему бы не решить, кто из пациентов берет хирург кого или просто кто кандидат для хирургии или нет. А те, кто не идут на хирургии, они отправляются на химию. Вот и все. Вот это я не понимаю. Я могу сказать, что мы не получаем в любом случае, и это мнение не только нашего центра, а это мнение многих исследователей, всю полноту информации по результатам компьютерной томографии МРТ. И, собственно говоря, диагностическая лапароскопия, малоинвазивное хирургическое вмешательство позволяет нам расширить и определиться, с тем, куда пациент попадает. Потому что, еще раз говорю, это очень серьезная проблема в выборе тактики лечения у таких пациентов. Кто должен подвергаться оптимальной хирургии, кто должен получать наэдювантную химиотерапию. Лапароскопия нам помогает в этом. У вас КТ нет? У вас нет КТ? Вам нужно заходить в брюшную полость. У вас нет КТ, да? Компьютерная томография у нас блестящие специалисты, но мы считаем, что все-таки лапароскопия позволяет нам... Если у вас лимфатические узлы в ретроперитениальной области, а и в малом сальнике у вас, например, опухоль... Безусловно, в этой ситуации нам очень будет помогать компьютерная томография. Тогда вы не делаете лапароскопию? Мы говорим о метастатическом поражении забрюшинных лимфатических узлов или о перитениальном канцероматозе, потому что все-таки перитениальный канцероматоз, его распространение, степень распространения позволяет нам определить именно лапароскопический доступ. Малоинвазивное вмешательство. Окей. Ну, хорошо. Наверное, старые технологи хотят сказать, сколько слов. Константин Джамильевич. Какая имитация мультидисциплинарной команды, когда у нас идет обсуждение. Действительно, мы обсуждаем каждый такой случай, это для нас достаточно серьезная подготовка. Мы используем и компьютерную томографию, и магниторизнацию томографию, и малый таз, и брюшная полость. Все сканируется в одинаковом объеме, и мы сопоставляем те очаги, которые мы видим и на компьютерной томографии, и на магниторизнации томографии, и пытаемся найти те признаки, которые исключат эту пациентку из кандидатов для проведения первичной циторедукции. И в тех ситуациях, когда мы говорим о том, что мы этих признаков не видим, то тогда эта пациентка рассматривается как кандидат для проведения последующей циторедукции, и все равно выполняется лабороскопическая оценка, потому что микродиссиминацию по петлям кишки тонкой, по другим критическим, по микродиссиминации по связкам, мы, к сожалению, не так хорошо видим, и иногда это является основанием для того, чтобы перевести эту пациентку в режим неодивантной химиотерапии. Я так? Безусловно. Плюс немаловажный момент – это генетическое тестирование, то есть это наличие оценок генов, мутаций генов BRCA1, BRCA2. Такой процент невысокий, но в российской популяции это достаточно высокий процент. И эти пациенты лечатся абсолютно по-другому, и начинается лечение терапии при распространенном процессе именно с неодивантной химиотерапией, даже если есть возможности оптимальной циторедукции, потому что это платиново-чувствительные пациенты, они отвечают на платиновую терапию, и крайне важный момент в плане диагностики, в том числе лапароскопическую доступность. Константин Жамильевич, скажите, пожалуйста, я думаю, что доклад, наверное, кто-то будет из рентгенолога, вы говорите еще о критериях нерезектабельности, наверное. Но вот с точки зрения хирурга в вашем именно отделении, потому что действительно хирургические бригады везде разные, и, так сказать, ваше отделение достаточно сильное, с вашей точки зрения как хирурга, что вы ждете от лучевых специалистов, на какие области перечислить, чтобы они вам указали именно раз, два, три, четыре? Безусловно, это наличие внутриорганных поражений, то есть метастатическое поражение печени, безусловно, это абсолютное противопоказание. Это оценка тощей кишки, то есть наличие метастатического поражения, безусловно, это крайне сложно, но, тем не менее, это является абсолютным противопоказанием наличия тощей кишки, проявления канцероматоза для оптимальной циторедукции, потому что невозможно выполнить оптимальную циторедукцию при таком распространении. Нас крайне интересует поражение брыжейки, толстой, тонкой кишки в первую очередь. И, собственно говоря, это поражение… Гепатодиоденальная связка? Гепатодиоденальная, безусловно, я ищу, да, гепатодиоденальная связка. И, безусловно, это поражение забрюшенных лимфатических узлов не тазовой группы, потому что технически, собственно говоря, сложности никаких не предъявляет тазовая лимфодисекция. А именно параортальная, ортоковальная область выше нижней брыжейки, выше почечных сосудов. Спасибо большое. Есть еще вопросы? Метастазы в печень – это субкапсулярные метастазы? Это внутриорганы имеют. Паренхима печени, то есть… Паренхима печени. Для стажирования, они очень редкие, да, я ни разу ни одной не видела. При рецидивах, да, у нас есть метастазы в печень, но не при изначальном стадировании. Соответственно, вы, наверное, не должны отправлять на хирургию, если есть субкапсулярные перитениальные метастазы. Спасибо, хотела это уточнить. Спасибо.